Ребят, всем привет! С вами Оля. Сегодня у нас будет видео опять на парфюмерную тему, будет видео на косметическую тему, будет видео про всякие разные полезности, вкусности, про натуральную парфюмерию и косметику, которая ко мне пришла с сайта MyIndie, то есть прям вот прямиком из Индии, индийской почтой. Заказ я делала на сайте MyIndie, все ссылочки я вам оставлю. Мне предложили воспользоваться такой вот возможностью блогеров, заказать, наверное, сумму. Тут небольшой совершенно заказ, но я очень хочу с вами поделиться содержимым данной посылки, потому что это, опять же, очень вкусно, это пахнет просто бомбезно, это такая косметика, которая подойдет тем, кто любит все натуральное, без излишней химии, без лишних красителей, консервантов, то есть такая вот прям очень лайтовая косметика, которая мне пришлась по душе. Я уже тестирую данную посылку, наверное, недели-две и готова с вами поделиться своими эмоциями, устраивайтесь поудобнее, поехали! Первое, что я вам хочу показать, это вот такой вот массажный крем, больше, наверное, для лица на основе алоэ вера с розовым маслом. Не совсем привычный для нас продукт, потому что мы больше привыкли умываться чем-то таким, что должно пениться. Это же такое средство на основе геля, то есть это как будто, да, вот бальзам алоэ вера, я думаю, многие представляют его себе с ярко выраженным запахом розы, то есть это приятно очень пахнет. Это способствует очищению, это способствует небольшому массажу, но здесь нет никаких микрочастиц, которые могли бы травмировать нашу кожу, как, допустим, при скрабировании, то есть это не скрабирование, а просто такой вот какой-то легкий массаж-дренаж, который не пенится, но, тем не менее, смывает косметику, смывает все то, что есть на вашем лице, загрязнения какие-то, которые прилипли к вам в течение дня. И что самое интересное, что очень мне нравится сейчас на данном этапе моей жизни, то, что это полностью натуральный состав, который содержит только бальзам алоэ веры, розовое масло, здесь у нас и календул, и ментоловое масло, то есть полностью натуральный состав, который мне очень нравится, и я с удовольствием пользуюсь, классно. Второе, также косметическое средство, это лосьон для тела. Помазаться, да, любит, наверное, каждый, особенно зимой, тело сохнет, и требует, наверное, такого увлажнения, требует ухода, не только лицо, но и наши ручки, ножки и живот. Это у нас лосьон для тела, который просто великолепно пахнет. Он пахнет миндальными какими-то, либо абрикосовыми косточками, потому что этот лосьон у нас как раз с маслом абрикоса и с маслом миндальных косточек. Ну, много говорить не могу, это просто лосьон, просто с натуральным составом, просто который приятно пахнет. С удовольствием пользуюсь, так что, если есть желание, можете присмотреться. Ну, знаете, я, наверное, начала с главного. Ассортимент на сайте просто огромен. Там как косметика, так всякие аюрведические продукты, также декоративная косметика, также вы можете там найти различные специи, приправы, одежду даже для дома, постельное белье, украшения. То есть, очень-очень большой объем ассортимента на данном сайте, поэтому то, что я вам покажу, это малая толика. Ссылку, конечно же, я вам на сайт оставлю, сами посмотрите, сходите просто ради интереса. Так вот выглядит их сайт, очень красочный все. Здесь даже у нас есть справа помощник, то есть, если есть какие-то вопросы, можно сразу онлайн задавать. И аюрведические товары, товары для красоты, те же самые крема, шампуни, различные маски для волос, против выпадения, для роста, то есть, всего, что только, все, что только можно, наверное, себе представить, можно здесь найти. Вот, в серии арома, арома масла различные, ароматические палочки. Вот, смотрите, сколько разных всяких аромамасел, да, у нас также подсказчик нам, все подскажет, их очень много разных. И все прямиком из Индии, все прям вот оттуда. Для красоты здесь различные, крема, маски, скрабы, вот, посмотрите, какой огромный ассортимент. Даже для спорта есть здесь различные добавки. Ну, наверное, добавки я бы не рискнула брать, так вот слепую. Все-таки для этого есть более проверенные сайты, с более широким спектром отзывов, но, тем не менее, если вдруг вы уверены, то почему бы и нет. То есть, кокосовое масло, все, 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 все для вашей красоты, для вашего здоровья. Даже для ваших любимых питомцев, для животных. Здесь также есть средства, тут и для мытья, для расчесывания, то есть, для всего. Заходите, посмотрите, вдруг чего приглянется. Очень приятное общение с владельцами сайта, поэтому без проблем. Посылка была оформлена, доставлена, и с удовольствием я пользуюсь этими товарами. Так, дальше, дальше у меня здесь остаются уже больше, наверное, такие ароматные вещички, и я, наверное, начну с арабских, не арабских, индийских духов. Они пришли ко мне в упаковке, ну, упаковку я сняла, у меня остался вот такой вот прекрасный флакон на 10 мл. Упаковано все было просто, я не знаю, намертво, все так замотано, то есть, потому что посылка, на самом деле, шла из Индии, и чтобы, не дай бог, ничто не пролилось, все было вот замотано. Я до сих пор еще отковыриваю из крышечек различные такие вот фрагменты упаковки, но это не мешает мне наслаждаться данными ароматами, потому что они очень интересные, они очень вкусно пахнут. Я не знаю состав, я не знаю пирамиды данного аромата, потому что ее найти не так-то просто, но судя по тому, как это пахнет, для меня это очень такой нежный, тонкий цветочный аромат со свойственным и такой арабским восточным духам, немного мысленистостью, и такими немного какими-то животными нотками, то есть, все то, что свойственно именно, как я уже сказала, востоку, восточным духам, они очень такие плотные, но тем не менее, я сейчас их нанесла на себя в очередной раз, и они настолько тонкие в раскрытии, настолько они деликатны, что при всей такой вроде как плотности и насыщенности, они очень приятно сидят на коже, и это тот вариант, когда, наверное, можно пользоваться дома, просто для себя, потому что вы утыкаетесь в запястье и наслаждаетесь этим ароматом, либо, наверное, приберечь его для лета, не зря вот эти все восточно-индийские благовонья, такие вот глубокие ароматы, какие-то масла, они, да, не концентрированы, но наилучшим образом они раскрываются именно в жаркую, в летнюю погоду, поэтому, ну, это, знаете, полет фантазии, это эксперимент, так что кто любит такое вот восточное направление в парфюмерии, так и там есть чем поживиться, и второй вариант духов, это вот такие вот духи, это уже у нас ролик, пюра тар, чистая тар, опять же, это все натуральное, натуральные масла, натуральные эссенции, натуральные экстракты, это у нас аромат на тему мускуса, очень мне захотелось такое что-то невинное, чистое, и решила я попробовать, как же пахнет мускус на индийский манер, там вот такой вот флакон, здесь роллер, и это тот аромат, который я, ой, не могу открыть, только что открывала его для себя, да, потому что его надо отвинтить, конечно же, это тот аромат, который я сейчас стала наносить на ночь, я вообще не любитель ночных ароматов, я предпочитаю все-таки немного отдыхать от всей этой парфюмерной суеты, но это настолько чисто, это настолько звеняще, это настолько пронзительно, именно вот прям намыто, что после вечернего душа он очень актуален, то есть это аромат чистоты, аромат наглаженных простыней, с тонкими такими цветочно-мыльными нотами, аромат какого-то дорогого, да, возможно, мыла, такого прям кускового, которое очень ароматно пахнет, которым вы даже моете свое тело, не то что руки, а именно вот настолько оно ароматное, настолько оно дорого пахнет, что им хочется мыться с ног до головы. Прекрасный аромат на тему чистоты, там несколько вариантов ароматов, я сейчас уже не помню, голубой лотос, по-моему, еще что-то, именно вот в таком вот формате, не масло, да, это тоже масло, но в таком, в роликовом формате, да, себя запутала здесь, потому что тоже, в принципе, ролик, но здесь уже бутылочка. И следующие два флакончика у меня остались эфирные масла, которые я брала для ароматизации помещения, для своей аромолампы, и также ими можно пользоваться и в косметических целях, добавляя их в свои какие-то маски для волос, в крема, то есть если вы такое любите, то можно себя побаловать, потому что это пахнет очень вкусно. Масел там много разных, мне захотелось попробовать, вот в таком формате они выходят, это масло ладана, то есть это чистое масло ладана, мне очень интересно было, как же он пахнет на самом деле вживую, и это настолько умиротворяющий аромат, он совершенно не идентичен тому, как пахнет, допустим, в церкви, то есть в церкви ладан такой воскуренный, а здесь он больше смоленистый, он пахнет ярко, но именно вот, знаете, ощущение какого-то влажного леса, пахнет больше, наверное, даже древесиной, смолой, чем-то таким вот, немного даже можжевеловым, и общее ощущение вот такого вот умиротворенности, какого-то такого спокойствия внутреннего, и вообще неважно, что происходит вокруг, когда вы, допустим, я включаю вот эту аромалампу, полное погружение в себя, в свои мысли, в свою атмосферу, идеальный вариант для, допустим, зажигания этой аромалампы перед сном, комната окутывается таким вот очень приятным ароматом, который благоприятствует тому, чтобы быстрее заснуть, в таких вот приятных эмоциях, еще раз повторюсь, это не равно тому, как пахнет церкви, и я очень рада, то, что я знаю теперь на самом деле, как пахнет ладан, и в дальнейшем это мне может пригодиться для моих каких-то парфюмерных изучений, ароматов, чтобы вычленять больше нот и знать, чем же пахнет на самом деле. И второе эфирное масло, которое я взяла, также больше, наверное, с целью изучить, как же это пахнет в чистую, как это пахнет в своем первозданном виде, это сандал. Я его обожаю в парфюмерии, но вот до конца, вот общая картина, как же он пахнет в своем чистом виде, я не могла до сих пор понять. Мне почему-то казалось, что он пахнет, возможно, вот этими вот сандаловыми палочками, опять же, индийскими благовониями, которых на этом сайте просто куймы всяких разных, но я все-таки решила взять себе ароматизацию в виде масел, а не в виде палочек. Мне кажется, палочки, они более как-то пахнут интенсивно, и не всем они нравятся, не всем подходят, но вот в плане вот таких вот аромамасел пару капель в аромалампу, и я балдею. Мне вот этот вот аромат, чистый аромат сандалового масла, сандалового дерева, напомнил аромат от Сары Джессики Паркер Стэш Апп. Вот один в один, какая-то такая немного солоноватость, намокшая древесина, и общее ощущение, опять же, уюта, комфорта, чего-то такого теплого, очень, они, знаете, по своей направленности похожи, то есть они не яркие, они не вызывающие, они не кричливые, для расслабления, для создания уюта, какой-то такой атмосферы, добра, тепла в вашем доме. Я не скажу то, что ими можно пользоваться вот прямо вот в чистую, но если вам этот запах прямо вот настолько нравится, то никто не возобраняет на души с этими ароматными маслами и пользоваться ими в качестве духов. Мне очень нравится, я, кстати, наверное, буду экспериментировать и, возможно, также добавлять их в ванну, то есть когда вы лежите в разгоряченной ванной, когда большая, повышенная влажность, эти масла раскрываются еще более интересные, еще более настойчивые, да, и отдают все свои прекрасные свойства вам. еще раз говорю то, что на сайте очень много разной продукции, просто ради интереса зайдите, посмотрите, ссылку я вам на этот сайт оставлю, если было интересно. Возможно, вы также делали заказ и нашли для себя что-то там интересное, поделитесь вашими эмоциями, потому что объять это все невозможно, там столько всего и многое даже и для нас непонятно, очень много именно индийских товаров, про которые мы слыхать не слыхали и возможно, кто-то из вас знает, как это применять, что-то интересное также может посоветовать, что, допустим, до чего я сама не смогла догадаться. Так что жду вас внизу в комментариях, если было интересно, полезно, конечно же, ставьте пальчики вверх. Все, я вас всех люблю, целую, пока, до новых встреч!